В общественном месте нужно обязательно в маске ходить, а то штраф за это предусмотрен. И берегите себя и свои близкие. Борьба с коронавирусом продолжается. Вирус никуда не делся. Сейчас в Московской области наблюдается рост заболеваний, поэтому властями возобновляется ряд ограничений. Одно из них – обязательное ношение масок в общественных местах. В частности, на железной дороге. Не только в вагонах электричек, но и на платформах, несмотря на то, что это улица. Управление транспорта и дорожного хозяйства по задаче Министерства транспорта проводит мониторинг соблюдения масочного режима на объектах транспортной инфраструктуры, в том числе на железных дорогах. У нас ежедневно работает около 50 человек-волонтеров, которые проводят профилактические беседы с теми, кто не соблюдает масочный режим. Ну и раздают бесплатно маски, для того, чтобы люди могли ими воспользоваться. На днях общественники проверили соблюдение масочного режима на железнодорожной станции Расторгуева. Удивительно, но многие пассажиры, которые передвигались без средств индивидуальной защиты, от подарка в виде маски отказались, аргументируя тем, что есть своя, правда, лежит в кармане. Вы вот без масочки, мы вам хотим... Маска. Ну, оденьте, потому что уже на станции, вы в общественном месте, и вас не пустят ни в электричку в маске, либо наложат штраф в виде 5000 рублей. Нет, сумки просто маска. Все, спасибо большое. Вы оденьте сумки. Обезопасить себя и обезопасить окружающих, которые находятся рядом с тобой. Мы не знаем, где мы можем подхватить эту заразу, можем передать им, сами не понять, как это случается. Поэтому необходимо соблюдать масочный режим, соблюдать социальную дистанцию, чтобы предотвратить массовое заражение. Результатами рейда общественники остались довольны. Большинство пассажиров к делу подходят ответственно. Сейчас все чихают, все кашляют, и распространение микробов гораздо меньше. Только в общественном транспорте. На улице, возможно, что... Я хочу обратиться ко всем жителям Подмосковья с просьбой надевать маски, не игнорировать масочный режим, потому что мы должны заботиться не только о себе, но и о своих близких, и о своих знакомых, своих родных. Соблюдать правила безопасности не так и сложно. Сейчас маски и перчатки стоят недорого. По крайней мере, дешевле, чем лекарства. А уж тем более не сравнить с ценой жизни. Юлия Погосяна, Александр Логинов, Ульга Садовская. Видное ТВ. Юлия Погосяна, Александр Логинов, Ульга Садовская.